Сегодня сотрудников Кубани Нерго встречали в селе Высокое. В местном Доме культуры собрались ученики 66-й школы и их родители. Традиционный урок электробезопасности сегодня начали не совсем обычно – с театра кукол. Забавные персонажи – девочка Оля и попугай Кеша – говорили о серьезных вещах. Специалисты сочинских электросетей постоянно меняют форму работы с детьми. Такие важные уроки не должны быть скучными. Кстати, идея провести такой урок в селе Высокое принадлежит депутатам городского собрания Сочи. Пригласил энергетиков Арминак Тазлян. Мы сотрудничаем и очень хорошо нам помогает депутат Арминак Тазлян. А вот наши куклы, они позволяют ребятам более доходчиво объяснить, как нужно вести себя вблизи электроприборов. Как обращаться с бытовыми электроприборами и какие есть правила нахождения вблизи электросетевых объектов. Об этом и многом другом детям рассказали посредством наглядных материалов, коротких роликов и мультфильмов. Мне это все понравилось, потому что здесь все рассказывали, все подробно рассказывали. Этот урок, я думаю, очень хорошо подойдет для всех, даже для взрослых. Большой интерес вызвал Гоша – манекен для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Попробовать помочь пострадавшему от удара током собралась целая очередь. Когда делаешь массаж, тоже загорается ламп. Для школьников младшего возраста занятия проходят в игровой форме. Так дети проще запоминают, что только при умелом обращении электричество может стать другом и помощником. А при нарушении правил привести к тяжелейшим последствиям. Ведь по статистике, каждая вторая электротравма в электроустановках выше 1000 вольт смертельна. Мы считаем, это одно из самых главных направлений нашей деятельности. Это качественное сохранение жизни не только нашего персонала, но и людей, которые непосредственно могут быть связаны с электрическим током. Такие мероприятия у нас намечены в этом году и будут проводиться также в районных домах культуры. Не только даже с детьми, но и с их родителями. Всего за год уроки электробезопасности, которые проводили сотрудники Кубани-Нерго, посетило более 2000 школьников. Эта работа будет продолжена и в новом учебном году.